В спорткомплексе «Лидер» состоялось открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису, а также второй тур открытого кубка по этому виду спорта. На соревнования съехались теннисисты со всего Краснодарского края, а также команды из ближайших регионов. Состязания длились четыре дня, по результатам которых были выявлены победители. Среди них немало и наших славянских спортсменов. Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису и второй тур открытого кубка проходили в разных возрастных категориях. среди взрослых и юношей. Как признается тренер славянской команды Вадим Крылов, наши спортсмены на этих соревнованиях показали хороший результат. Есть много победителей наших славянских именно по разным возрастам, по маленьким, по средним, по старшим юношам. Побороться за победу приехали спортсмены с разных уголков России. Участник из города Ростова Андрей Кулаков почти всю жизнь посвятил настольному теннису. За его спиной 37 лет стажа в этом виде спорта. Андрей открыл свой клуб по настольному теннису, чтобы передать свои знания и умения молодому поколению. На самом деле, конечно, я открыл эту секцию, чтобы передать свой какой-то опыт игровой, который я имею, передать детям. На самом деле это интересно и сложно, потому что нужно уделять очень много этому времени. А с точки зрения интереса очень видно, очень приятно, когда тренируя детей, вы видите, как они начинают расти, как улучшать свою игру. Теннисисты боролись в течение четырех дней. По результатам соревнований в первенстве Краснодарского края, а также во втором этапе открытого кубка, победила Виктория Серебренникова из Славенска. Настольным теннисом девушка занимается уже 9 лет. И в багаже спортивных достижений девушки немало побед. На первенстве России по 93-му году рождения мы в команде заняли третье место. На топе 12 России мы занялись с девочкой в паре первое место. На первенстве России по 97-му мы тоже занялись с девочкой третье место в паре. Второе место заняла еще одна теннисистка из Славенска – Александра Шушарина. На третьем месте оказалась Мария Крылова из города Новороссийска. Победителям вручили грамоты и медали. Соревнования будут проходить в четыре этапа, по результатам которых определят абсолютного чемпиона Краснодарского края. Третий этап состоится в ноябре.